что тихий ангел пролетел или просто я на все а как к пиратской партии относитесь к пиратской партии отношусь хорошо более того в моем объемом архиве хранится даже подарены активистами партии ее флаг дело в том что с моей точки зрения так называемые имущественные авторские права это преступление против человечества буквально смысле слова человек отличается от прочих животных помимо прочего еще и тем что способен учиться не только на своем опыте и не только на наблюдении на непосредственных наблюдениях за другими но и на рассказах о деятельности других и ограничение права копирования результатов творческой деятельности это фактически воспрепятствование обучению человека на чужом опыте то есть еще один шаг по возвращение человека в животное состояние причем имущественные авторские права самих автором не защищать известно что большую часть отчислений за копирование результатов творческой деятельности получают не сами творцы а перекупщики права творцам достается лишь очень небольшая часть того что зарабатывают на их творчество ну простейший пример советское время когда авторские права в советском союзе существенно отличались от множества советское время было у нас одних поэтов зарабатывающих исключительно благодаря публикациям своих стихов несколько тысяч сейчас насколько я знаю на все постсоветское пространство меньше десяток поэтов способных существовать только благодаря своей публикациям не прибегая к иным средствам то есть получается за операция за распространение информации да ну я за распространение информации это совершенно не значит что творцам не надо платить просто в истории человечества отработано уже очень много способов вознаграждения творческой деятельности и большая часть этих способов дает творцам больше чем нынешний формат имущественные авторские права а как же кино они же получают за просмотры а тут взяли и сети и миллионы зрителей уже по интернету смотрят за что деньги во первых платить можно и в интернете ну зачем более того я знаю что очень многие даже и готовы платить тем кто тем чьи труды им понравятся и натыкаются на технические сложности вот кстати есть интернет-магазин литрес где можно скачать очень многие книги но просто насколько я знаю вот нескольких авторов чьи книги продавались через этот самый литрес они сами получают менее одной десятой того что платят читатели поскольку опять же авторские права куплены этим самым литресом вот а литрес с частными лицами не договариваются только с издательством во всяком случае интернет на самом деле предоставляет множество технических возможностей платить непосредственно авторам и при сколько-нибудь грамотной организации доступа через интернет к плодам творческой деятельности можно добиться того что творцы будут получать гораздо больше чем сейчас а читатели зрители слушатели платить гораздо меньше чем сейчас и лозунг пиратской партии информация должна быть свободной он вовсе не отменяет все эти технические возможности организовать взаимодействие между творцами и их читателями и почитателями напрямую без посредников перекупщиков авторских прав хищных юристов и прочих не это уже происходит краудфандинг крауд инвестинг все уже работает это не настолько развит чтобы ну там сколько там они собирают я тоже захожу периодически смотрю там месяцами толком ничего по развитию ну все на зародочном поможете я участвовал зародочный уже жизнь я в парочке краудфандинговых проектов участвовал в частности внес что там было в тот момент по-другому кажется было пять тысяч свободных вот их внес на 28 конфиловцев насколько я могу судить фильм получился вроде бы хорошим но окончательно это можно будет сказать только когда пройдет в прокат ну 28 все в курсе про 28 конфиловцев фильм который деньги собрали именно с будущих зрителей и продюсеры ничего еще ничего не дали это просто режиссер значит начал собственный проект и деньги дали будущие зрители ну правда потом ноябре выходит будет премьера вот всегда в середине на Звединский ну сайт однако где мы с Романом Олеговичем много лет писали стал организатором этого самого сбора средств вот а потом когда было собрано достаточно чтобы отснять так сказать примерные образцы того что будет делаться удалось заинтересовать этим делом министра культуры Милдинского именно министра поскольку аппарат министерства сформированный в основном ему предшественниками особого восторга по этому поводу не выказал но министр опять же на битковой тяне заставил это пора немного поработать и в итоге выделили создателем фильма еще казерные средства точную сумму примерно одного порядка было то что собрали и то что добавили министерство судя по уже виденным отрывкам фильма а создатели кое-что выкладывали в интернет чтобы люди видели на что пошли и деньги судя по уже выложенным отрывкам фильм вроде должен получиться хороший но окончательно это будет ясно все-таки только после проката а зрители инвестируют безвозмездно безвозмездно за то чтобы посмотреть фильм за то чтобы посмотреть фильм мы собственно однако собирали деньги вешали баннер этого фильма и наш товарищ по деятельности есть такой питерский блогер гоблин пучков его попросили он тоже подвесил у себя баннер чтобы деньги капли и за очень короткое время буквально за несколько дней режиссер получил в районе 30 миллионов рублей вот это стало огромной сенсацией потому что оказывается что у нас народ очень хочет нормальное патриотическое кино про войну вот не там где все сначала сдались фашистам потом мучили сталинских концлагерях да вот и не про судьбу очкастого интеллигента который весь фильм мучается предать ему родину или не предать да а про нормальных людей которые просто берут и жгут немецкие танки вот людям оказывается хочется вот такую вот кину не про сложную судьбу да а вот про нормальных просто людей единственное огромное образовалось у людей они дали деньги вот досталось скандалом дошло до министерства культуры и министерство культуры уже так сказать как-то было вынуждено реагировать на эту ситуацию поэтому это вот эти урок людям которые говорят что ничего сделать нельзя можно если очень сильно захотеть можно в космос да можно и в космос вот кстати на самом деле конечно же легенда 28 панфилов все это именно легенда собственно само это число 28 появилось потому что репортер побывавший в панфиловской дивизии сразу после этого боя пробовал там буквально меньше часа ну газета ждать не может он собрал тот минимум данных который удалось за этот час насквести и помчался писать репортаж в очередной номер естественно дырок в этом репортаже было немерено и на основе этих дырок многие сейчас вообще отрицают само событие реально это был не один бой это была цепочка из двух или трех боев в которых участвовало в общей сложности порядка полутора сот человек но извините полторы сотни пехотинцев сумевшие реально ну там не за два часа а за два дня сжечь пару десятков немецких танков это тоже чудо вот реалистичную картину этих событий описал Александр Адольфович Бек в книге Волоколамское шоссе поскольку он пробыл в общей сложности несколько месяцев с командиром того батальона к которому принадлежала эта рота и подробно описал весь его боевой путь кто еще не читал книгу Волоколамское шоссе очень советую и более того я подозреваю что если бы удалось выбить для этого проекта нормальный бюджет так экранизировали бы всю книгу Волоколамское шоссе но поскольку там в книге описаны действия не одной роты а целого батальюниона на протяжении нескольких месяцев то понятно что такой проект потребует гораздо больших средств на съемку но надеюсь что это будет в дальнейшем сделано книгу Волоколамское шоссе кто не прочел очень советую оставив заим до Продолжение следует...